Я хочу, чтобы вы со всей подробностью поняли, как при помощи патронеонов, а еще лучше, и без патронеонов тоже, то есть на самом деле хорошо бы мы разобрали патронеоны и весь патронеон, описывать всевозможные перемещения трехмерной сферы. У нас есть самая обычная сфера, но это трехмерный объект. Это множество точек, которые удовлетворяют сравнению суммы квадратов равна единице, и это точки четырехмерной сферы. Соответственно, двумерная сфера – это точки вида ВСД, где сумма квадратов трех координат равна единице. Замечательно. Это точки в трехмерном пространстве, но это двумерная сфера. И это точки в четырехмерном пространстве, и, соответственно, это объект трехмерных. Оказывается, джеймерная сфера может быть описана при помощи, так называемых, углов эймера. Оно может быть описано при помощи дробно-линейных преобразований. Дробно-линейное отображение. И, кстати, там, где дробно-линейное отображение, там будет заодно стереографическая проекция. Согласитесь, что это интересно узнать, и стереографическая проекция. И это же движение, естественным и замечательным простым способом, может быть описано при помощи умножения на дробно-линейное отображение. Причем, вот этот последний способ намного-намного легче. А вот всевозможные перемещения, вот это что-то, быстрее всего и проще всего. Самым естественным образом, конечно, описывать эту точку. Я поведу вас к самым длинным путем по одной простой причине. Потому что, если я сразу же тоже буду тренен, половина из вас ничего не поймет, а вторая половина скажет, что это легко, и через минуту забудет. Вот поэтому сначала надо показать себя, естественно, трудным. А после этого я, соответственно, объясню, как действительно замечательно и симпатично это все сделать на языке.